Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. И сегодняшнее видео я веду уже из нашего нового жилища, из нового домика, домика террасы. Мы переехали, сняли эту террасу на год, посмотрим, на следующий год мы еще куда-то переедем. У нас, знаете, такая семья, мы как цыгане, мы любим переезжать, не любим сидеть в одном месте. И в Сиднее это так просто, это так легко, это, знаете, как спортивный интерес. Каждые выходные тут люди ходят и смотрят жилые дома, где бы им жить, что бы им купить, куда бы им переехать. Это вот просто, это вот, ну это такая мода, наверное. Некоторые люди, я знаю, ходят просто так, для развлечения. Ну, кто-то ходит, как мы ходили, потому что, да, действительно хотели переехать. Прикольный процесс, немножко нервный, естественно, потому что, если тебе, например, нравится какая-нибудь квартира или какой-нибудь дом, ты приезжаешь, там очередь из 50 человек, которые тоже хотят ее посмотреть, и ты понимаешь, что шансы-то вообще невелики. И ты говоришь агенту, вот мы согласны, вот наши там анкеты, документы, вот все. Он говорит, ну я вам позвоню. Они такие все расслабленные. Он говорит, ну я вам позвоню через, это на выходных, я вам позвоню в понедельник или во вторник. И ты до понедельника и вторника, ты просто ждешь, позвонят, не позвонят, сдадут тебе ее, не дадут. И в результате, когда он звонит, или ты ему уже звонишь, потому что он не звонит, он говорит, что ой, пардон, ее уже, оказывается, сняли. Ну и получается такой немножечко печаль, расстройство. Ну, бывает и везение, вот нам с этим домиком повезло, поэтому мы переехали. Ждем маму, приедет моя мама, надолго, будем тут все вместе весело жить. А сегодняшнее видео я бы еще хотела посвятить моему шкафу. И покажу вам, наверное, всю мою парфюмерную коллекцию на этот период 2017 года. Ну, октябрь. Шкаф антикварный, шкаф где-то 20-х годов. Вообще, это был кухонный шкаф, это вот очень модно было. Это в Англии, я вот видела еще даже в аббатстве Даунтон. Англия, Австралия. Это кухонный шкаф, он деревянный, тут стеклянные такие красивые витражи. Внутри некоторые полочки, проложенные железным листом. И это было как бы, как морозилка, как холодильник. Туда клали лед и сверху клали там какие-нибудь молоко или фрукты, или мясо, или рыбу, сыр. Ну, неважно, что-то такое туда клали. Вот такой вот получился шкаф у меня. Я его нашла в антикварном магазине. У нас огромный, огромнейший, огромнейший ангар. То есть там вот такие ряды, и ты ходишь, 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 что тебе понравилось. Ты списываешь, и потом ходишь уже, приходишь, ну, не на кассу, а к столику, где сидят работники этого ангара. Говоришь, вот мне нравится-то то-то, 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 тебе это показывают. И ты покупаешь или не покупаешь, и все, идешь дальше. Интересно. Мы также еще любим ездить, знаете, на аукционы. Ты приезжаешь, например, в воскресенье. Тоже это обычно в таких ангарах таких вот делают. Ты туда приезжаешь, там мебель, и там всякие разные маленькие предметы интерьера, посуда, и вообще какие-то лампы, ящики, лесенки, весла, лодки. Там можно все, что угодно найти. И на каждом предмете его номер. И ты записываешь себе, что тебе нравится, и в понедельник ты там регистрируешься, и в понедельник ты едешь и делаешь аукцион. Ты бьешься, бьешься за понравившуюся вещь. Я обожаю. Я два раза мы были, у меня так это классно получается. Я там била, 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 и все, что мы хотели, мы купили. Я знала примерно какое-то количество денег на каждую вещь. И, ну, это очень классно. Это такой, знаете, спортивный интерес. Очень здорово. И когда ты находишь действительно что-то такое прикольное, и прям вау, это фантастика. И давайте перейдем к шкафу. Я тогда отключаюсь, и вы будете видеть только мои руки, если вы не против. Окей, я показываю вам мой шкаф. Вот, я отошла немножко в сторону. Тут моя лампа, у нас сегодня так темно. Чашка. Вот такой красивый шкаф. Как я уже сказала, он в 20-х годах, очень классный. И давайте я вам покажу, что же я положила внутрь. И начну, наверное, с этой первой полочки. А на этой первой полочке это вот то, чем я... Нет, не чем я пользуюсь. Знаете, это просто как классика, что ли, для меня. Ну, не знаю. Пардон, это тут у меня крем лежит. Для рук. Убрала. Значит так. Первая полка. Здесь я поставила... Вот это мои новинки. Это Роберт Пеге. Три аромата. Я на них еще не делала обзор, поэтому ничего говорить про них не буду. Классные, классные. Этот аромат, аромат моего мужа. Он здесь лежит, потому что он им пользуется тоже здесь. Достает его, пользуется. У меня, конечно, все время большое-большое желание тоже пользоваться этим ароматом. Но это мой подарок ему на день рождения. Это его. Поэтому я его... Я его не беру. Боттега Винетта. Великолепнейший аромат. Это вторая уже у меня бутылочка. Ну, он потрясающий. Его ни с чем не спутаешь. Очень яркий. Очень яркий. Очень. Два Шалемара. Парфюм Манитал и Эду Шалемар. Миднайт Пойзон. Дальше здесь Шанель, Коко, Алюр. Здесь великолепный Гроссмис. Два аромата. Дальше у меня идет тоже Шанель. Шанель номер 5 Парфюм. Номер 5 Премьер. Эду Парфюм. Шанель номер 19. Там у меня притаилась Красная Москва. Это винтажная Красная Москва. А это мне мама ее привезла 5 лет назад. Ну, тоже своего рода винтаж уже. Но нет, 5 лет назад какой винтаж. Одеколон Кремль. Он уже не очень пахнет, но... Такой красивый пузырек. Прекрасный Жан Пату, который я еще не раскрыла, будет повод раскрою. Здесь мой любимый Шиши Парфюм от Миколиф. Джул Фа Хе. Это просто что-то с чем-то. Мицука. Это туалет. Вот такая какая-то у меня здесь подборка. Не знаю, может быть, по какой-то теме потом разложу. Но вот сейчас как-то вот так они у меня разложились, эти ароматы. Закрываю. А ну нет, пусть он будет открытый. Покажу вот здесь наверху. Я сейчас разнашиваю, буду делать обзор. Это Живанши набор миниатюр. И это набор миниатюр от Эрмес. Эрмэ. Вот такие. Тоже их сейчас активно разнашиваю. Буду делать обзор. Следующая полка. А следующая полка это вот как раз вот то, о чем я вам... Видите, тут железо. Это когда-то был такой мини-холодильник. Тут тоже железо. Клали лют. И вот тут была полочка, тут был лед. И сюда клали молоко, что угодно. Эта полка, я так понимаю, с теми ароматами, которыми я сейчас все-таки пользуюсь. Да. Это мой самый, по-моему, сейчас на данный момент любимый и, ну, необыкновенный, гениальный аромат Superstition. О, Superstition. От Фредерико Маля. Создатель Доминик Репьен. Суеверный. Ну, гениальный аромат. Аромат вот просто, мне кажется, событие этого года. Лучший аромат вообще. Лучший. Дальше пришло время, наконец-то, Корнал Флава. Тоже Доминик Репьен. И это Флагран де Лайс от Терри де Гюнсбург. Когда, знаете, хочется чего-то такого легкого, ненавязчивого, девичьего. Загорск, Ком де Герсон. Что тут? Хорошая чашка черного кофе, если надо взбодриться. Он такой забористый. Ну, морковьки, иголки, да, есть. Но, прикольно. Дальше. Дот Ком де Герсон. Когда плохое настроение, когда хочется праздника. Идеально. Далее. Шейх. Хочу его в жару поносить. Мне кажется, он будет просто восхитительный. Дальше. Берлинская девочка. Люблю ее за ее, вы знаете, такую немножко помадную розу. Очень натуралистично звучит. Стойкая, красивая, прекрасная. Совсем другая. Джульетка Заган Леди Месть. Совсем другая роза. Такая более мужественная, что ли. Более брукальная. Моя любимейшая из Джульет. Это Citizen Queen. Обожаю ее. Скоро вот, когда совсем начнется жара, я буду ее носить. И это будет просто песня. Джульетка Заган. Я люблю за какую-то такую, знаете, непонятность и в то же время простоту. Очень классный аромат. Дальше вот такой аромат, который я не показывала еще ни в одном видео. Это дом называется Гути. У них была линейка из трех ароматов. Вот у меня такой аромат. Вы знаете, пахнет барбарисом, пахнет вот какими-то такими карамельками. Ну, может быть, сделан у него обзор. Если хотите, пишите. Я могу сделать. Далее. Прешес Ут. Ну, он прекрасен, он парчевый, он бархатный, он женственный, обволакивающий. Очень хороший, качественный аромат. Далее аромат от Martin Mikkeliev Mon Parfum. Люблю его. Вот сейчас потепление. Сейчас наступает лето. Он очень красив. Здесь у меня, я не хотела показывать, забыла. Это Louis Vuitton. Мой новый аромат. Я не буду показывать название. Потому что, потому что хочу сделать на него обзор. Но ношу просто с упоением. Это, это фантастика. Это просто фантастика. Очень, очень красиво. Так, переходим дальше. Дальше еще одна полочка. Здесь более такие цветочные ароматы. И также агенты-провокаторы и Rodriguez. Значит так, ну начну с провокаторов. Вот мои любимцы. Вот они мои. Лапульки. Обожаю классического агента. Ну что, люблю. Люблю характер. Люблю его немножко ретро. Люблю его дома носить. Люблю в жару носить. И летом, и зимой. Ну просто люблю. Нравится он мне очень. Дальше нарцисса Rodriguez версия Absolute. Дальше Royal Masks от бренда Mikalif. Как-то я последнее время к нему охладела. Но надо будет опять его поносить. Pink Haligons, Blue Bell и Artemisia. Знаете, такие они тоже у меня больше из серии базовых ароматов. Особенно Artemisia. Очень она такая спокойная, женственная, элегантная. Вот какая-то такая. Тут у меня Ананда, Ананда, лапочка, девочка. Здесь Mikalif Pink Flowers. Ненавязчивые розовые цветы. Чего я не могу сказать об этой красоте. Это Supreme Bouquet от Eves Saint Laurent. Создатель Dominique Rappion. Офигенная тубероза. Такая туберозище. Очень красивый, очень женственный, шлейфовый, стойкий, комплементарный, восхитительный. Далее там я достала из окромов. Это брендорин, французский дом. Ну вот такая интересная бутылка. Un air de Damas. Неплохой аромат, но для меня он очень индольный. Там же с минлилией, очень сильно он на мне индолит. Не нравится мне, когда так случается. Дальше бренд Fragonard французский. Цветы, 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 поля, 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 солнце и шляпка соломенная. Вот что-то такое в нем есть. Флакон, к сожалению, весь вот ободрался. Мне очень красиво смотрится. Когда он был новый, он был очень красивый. Флакон я имею в виду. Далее. Три Anigutal. Три аромата от Anigutal. Rose Splendid, La Violet и Le Mimosa. Ароматы, знаете, такие базовые. На каждый день, когда не хочется ничего такого экстравагантного. Они вообще идеальны. И вот этот мой любимчик, Antonia's Flowers East Hampton. Великолепный аромат. Если вы любите цветочный аромат, это вот просто очень-очень-очень террористичный. Пахнет, знаете, как в цветочном магазине, как в оранжереи, как, знаете, в цветочных магазинах. Пахнет, если открыть холодильник, и там вот стоят цветы в холодильниках. Вот такой какой-то он запах. Очень красивый здесь еще фрези. Дальше. Следующая полка. Какая-то она у меня такая вся в разбросах. Ну, как-то я не знаю, как эту полку. Ну, все подряд, короче. Serge Lutin. Ванильный лес и игры кожи. Je de peau un boi vanille. Arpège. Arpège ношу редко под настроение. Как-то вот он у меня, не знаю. Yves Ress of Saint Laurent. Обожаю, 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 обожаю. Аромат праздник. Аромата шампанска. Шампанское люблю. Ну, соответственно, аромат этот тоже люблю. Персики, фрукты и шампанское. Lalique Leopard Fan. Опять-таки, создатель мой любимый. Доминик Рыпион. Великолепные манки, обволакивающий, бархатный, женственный, сексуальный, теплый. Ну, все вот, все самые-самые такие эпитеты об этом аромате. Очень красивый аромат. Далее, два аромата от Миколев из ванильной серии. Морская ваниль и цветочная ваниль. Дальше, вот этот аромат Зил. Это... Я не вижу смысла делать на него обзор, потому что я не нашла о нем никакой информации. Это, видимо, корейский бренд Зил и марка Хера. Вы знаете, я очень люблю марку Хера. У них прекрасная косметика, как декоративная, так и уходовая. И, видимо, вот Хера сделали для Зил вот этот аромат. Не знаю, не видела о нем нигде никакой информации. Если кто-то знает, скажите. Хотите, могу сделать на него обзор. Ну, не знаю, его сложно как-то вообще, мне кажется, где-то сейчас найти и послушать. Поэтому, такие дела. Вот это мое сокровище, моя драгоценность. Разбитые сердца от Александра Маккуина, Киндом. Очень я его редко ношу, но если уж ношу, то, конечно, с удовольствием. Он великолепный. Надеюсь, когда-нибудь его еще раз запустят. Далее. Это помело от Миколев. Великолепный фруктовый аромат. Не фруктовый, а цитрусовый, пардон. Эленте от Диптих. Убойнейший. Убойнейший, но красивый. Дальше. Ну, все поняли. Иланген Голд. Потом у нас Роял Роуз Ууд. Пять Миколев. Потом пьянющая мадам. Аджан Поля Готье. Очень она такая пьяная, дерзкая, любящая гринадин. Офигенный аромат с классным характером. Потрясающе. Если кто-то не пробовал еще, попробуйте. Необычный. Дальше. Три аромата от Кошарель. Лулу, Иден и Анаис Анаис. Нашу Анаис Анаис редко. Иден нашу редко. Вот. Лулу, да. Лулу, люблю больше. Следующая полочка. Таких, мне кажется, таких тяжелых ароматов здесь собралась. Гвардия, группа. Это двойка от Ком де Герсон. Прекрасный Ладан. Это Экстрим Том Форд. Хабит Руж Спорт. Гурлен. Это костюм Национал. Не знаю, что с ним делать. Не могу его раскусить. Пыльные, припыльные почули от Этро. Дальше. Обсэшн Кельвин Клайн. Надо мне его переставить. Хочу его попробовать летом. Мне написала комментарий моя подписчица, что он прекрасен летом. Вот, хочу его попробовать. Дальше. Дальше два Том Форда. Арабиан Вуд и Амбра Абсолют. Здесь Миколев ароматы для мужчин. Далее Эликсир. Пенхали Гон. Церковь. Церковь. Дальше черные специи от Фредерика Маля. Великолепный аромат на зиму. И, конечно же, шельги. Какая-то такая полка. И есть еще одна полка. Вот здесь. Тут не очень много ароматов, но все-таки. Так. Вот. Здесь у меня собрание. Черная Ананда. Это сладость, 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 сладость. Мак Вельвет Тедди. Не знаю. Очень сладкий сейчас у меня. Переболело. Ну, он действительно похож на Тома Форда Табака Ванил. Вот правда. Мансера розы с шоколад. Не люблю. Не очень он мне нравится. Не знаю. Может быть, кому-то его подарю, если кому-то нравится. Или поменяю с кем-то. Ну, не мое. Очень он меня удушает. Монталь Шоколад Гриди. Чоколад Гриди. Монталь Джасмин Фул. Монталь розовый эликсир. Манга Манга отдала. Мухалат отдала. Опиум Эв Сен-Лоран. Ну, великолепный. И Блэк Опиум Эв Сен-Лоран. Ну, он, видимо, будет ждать своего часа зимой. Здесь Ут от Миколев. Воч от Миколев. Так, с этой полкой все. И еще у меня есть один ящик. Сейчас я вам его покажу. Ящик с миниатюрками. Вот такой ящичек. Здесь у меня миниатюры. Миниатюры Шанель, Диор. Здесь Джульет Хазагана, Надаут и Умэ. Здесь винтажные духи российские. Тет-а-тет. Сейчас покажу вам. Росинка. Нет, кайф. И здесь очень красиво. Я сейчас покажу. Винтажная Красная Москва. Так, здесь вот такой аромат. Комплимент, наверное. Ну, у меня есть серия ароматов Юрмала. Серия об этих ароматах мама моя рассказывает. С ее подругой, с Викиной мамой. Диско-клуб. Ну, это просто такие, знаете, трежис. Дальше. Набор миниатюр. Здесь Эрмес. Я тоже Эрмес. Тоже буду говорить о нем. Обзор. Пока не разносила. Парфюм Ле Франц. Тоже я их еще не разносила. Там маленькие миниатюры. Очень прикольные. Нина Ричи миниатюр. Я делала на них обзор. Не знаю. Не нравится. Не очень мне понравились. Наверное, буду дарить. Подарю какой-нибудь подружке сыну маленькой. Это французский набор лучшие ароматы Парижа. Я тоже делала на него обзор. И вот такая. Набор миниатюр. Тоже был у меня на него. Парфюмерный шкаф. Мне нравится. Мне он очень нравится. И... Ну что? Прекрасный. Были у меня еще Кинзо Джангл. Я их подарила. Но куплю еще. Была Валентина от Валентина. Тоже я их подарила. Много чего я дарю. От чего устаю. От что надоедает. Или если я вижу, что прям человеку очень нравится аромат, я его могу подарить. Все. Выключаю камеру и сажусь к камере. Ну вот. Я вам показала свою парфюмерную коллекцию. Свой парфюмерный шкаф. Пишите. Понравилось вам, нет? Как вообще? Попью водички. А за окном у нас дождь. А за окном у нас темно. Сейчас мне уже надо будет ехать за сыном в школу. Потом мы идем к подруге на ужин. Потом выходные. А потом опять неделя рабочая. Сегодня мне повезло. Сегодня у меня выходной. И после долгого-долгого перерыва я записываю для вас видео. Это всегда праздник. Я очень люблю записывать видео. Меня это, знаете, так расслабляет, очень вдохновляет. И как-то вот собирает в кучу. Нравится. Нравится мне этот процесс. Чего уж там. Планирую записать видео о покупках. Очень много у меня покупок одежды. Ну, не как много. Нет, не много. Обувь есть новая. Кимоно новое. Красивое, по-моему, очень. И покажу. Все примерю. Все расскажу. Свои планы на лето. И так далее. Я надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вам было интересно. С вами была Аленка Блог. Всем пока. Чао-чао. Пока. Пока.